Дорогие друзья, во-первых, я хотел поблагодарить всех одесситов за поддержку нашей команды и 25 октября на местных выборах, поддержки партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Хотел поблагодарить своих коллег за то, что они мне доверили представлять нашу политическую силу на выборах одесского городского головы. Это дало мне возможность победить по итогам голосования, по тем данным, которые есть у нас на сегодняшний день, по данным экзитполов. Это дало мне возможность представлять нашу команду достойно. Я хочу поблагодарить всех наших сограждан за поддержку. Это были очень сложные выборы, выборы полные фальсификации, выборы полные проблем. Мы показали себя очень достойной, сильной командой. Те результаты, которые мы видим по данным экзитполов, они говорят о том, что победа, скажем так, очень на тоненькую. И сейчас будет очень много зависеть от того, как будут считаться голоса в дельничьих выборчих комиссиях, в территориальных выборчих комиссиях районных и в Одесской городской территориальной избирательной комиссии. Сейчас будет зависеть все от того, насколько наши члены избирательных комиссий проявят свою принципиальность и последовательность. Я уверен, и хотел поблагодарить их за сегодняшний день, потому что сегодня был очень непростой день. Уверен, что они отстоят тот результат, который есть в урнах для голосования. Начат подсчет сейчас самый важный, самый сложный и самый ответственный процесс. Для меня это огромная честь была представлять нашу политическую силу на этих выборах. Для меня огромная честь будет работать Одесским городским головой. Еще раз повторюсь, сейчас очень важный и самый сложный процесс. Процесс того, чтобы у нас не украли нашу победу. Я очень благодарен своим коллегам, народным депутатам Украины, которые съехались из разных городов для того, чтобы поддержать нашу команду в этот сложный период. Очень благодарен депутатам городского совета, депутатам областного совета, которые активно отстаивают и будут сегодня ночью отстаивать результаты голосования. Я очень благодарен тем общественным и политическим деятелям, которые открыто меня поддержали во втором туре мэрских выборов. Это и присутствующий здесь Евгений Альфредович Червоненко, и Сергей Васильевич Кивалов, и Дмитрий Иванович Голобов. Мы все большая, сильная команда. Мы все движемся вперед от победы к победе. И сейчас главная задача это отстоять результат голосования во втором туре мэрских выборов. И не дать украсть нашу победу. К сожалению, вы виделись на протяжении сегодняшнего дня, что такие попытки делаются. И подготовка к фальсификациям, и огромное количество тетушек под гор терроризбирком, и фальшивые минирования, и фальсификации в ЦИК с заменой членов избирательных комиссий. И все это имеет место быть. Но, еще раз повторюсь, мы большая, сильная команда. Мы боролись и в более сложных ситуациях, и отстоим нашу победу и в этой непростой ситуации. Но очень важной для Одессы, и, как по мне, очень судьбоносной. Извините, еще о чем-то не сказал, очень волнуюсь. По понятным причинам. Если есть вопросы у представителей прессы, я готов на них ответить. Или, может быть, кому-то из членов нашей команды. Если нет вопросов, тогда отправляемся на избирательный участок и защищать победу. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... В отличие от ралли, гонка еще не закончилась. Результата на табло нет. Мы знаем результат по нескольким экзитполам, но я слишком знаю одесские игры. Самый главный вывод. В Одессе эпоха Труханова, договорняков и тендеров для своих. И без задуманной продажи земли закончилась. При любых вопросах, вся Украина уже не будет мириться с тем, что Одесса становится Палермо с каждым днем. И по исследованиям международной группы рейтинг, через 7 лет будет городом непригодным для жизни. Это не судьба лучшего города. Я думаю, что Рубикон пройден. И при любых раскладах здесь будет совершенно другая власть, совершенно другой поддержкой. И Украина вступает в новую эпоху, где от крупных политических сил будет зависеть развитие целых регионов. А вы сейчас едете на какие-то проблемные больницы, или в МИСК выборчиком? Я еду на 7 канал, потом всю ночь там, где нужно будет скорой, я буду там. Дякую. Дякую. Воевать я умею. Мы еще остаемся в эфире. В эфире давайте попробуем поспілкуваться еще с кем-то. Вечер после выборов тревает. Пан Виталий Саватенков, мы в прямом эфире. Кілька слів для каналу Репортер. Если можно, депутат облрады, обранный депутат МИСК рады, если я не помиляюсь. Каким был этот день для вас, для команды, которую вы поддерживаете? Так, можно поспілкуваться с Россией. Как вам удобно? Мне удобнее, что Россия есть. Не мое вопрос. Я прошу. Не мое вопрос. Так. Ну, во-первых, я хочу сказать, что сегодняшний день далеко еще не закончился. Потому что выборный день, он длится немного больше. Он длится и 48 часов, и пока не установит результаты выборов. И пока мы эти выборы не увидим, что комиссия считает без фальсификации. Вы знаете, что такая ситуация сложилась. Действительно, кандидаты практически набрали одинаковое количество голосов. Мы видим это и по экзит-полам, мы видим это и по поддержке. Одесса буквально разделилась на две части. Поэтому мы, конечно же, будем настаивать на том, чтобы был очень тщательный подсчет в комиссиях. Потому что в этом случае будут играть роль любой голос, любая испорченная бюллетень. Кто как бюллетень, как ее посчитают. Почему ее посчитают так, а не иначе. И вы знаете, очень мы боимся фальсификации, опасаемся их и будем противостоять и бороться. Потому что то, что сегодня проходило в МИСКОЙ БОРЧКОМИ на Косовской 2Д. Мы видим, что, естественно, действующая власть городская очень опасается. Потому что, как сказал Николай Леонидович, на тоненькую действительно да. Но всегда завоевывать сложнее, чем защищать. И они пускаются на все хитрости, на все технические хитрости, на все возможные моменты, которые просто... Ну вот это момент с заминированием здания. Причем видно, что правоохранители абсолютно играют на действующую власть городскую. Я думаю, что это согласовано с Киевом. Я думаю, что мы увидим и в городском совете, и в областном совете. Это союз зеленых и ДД. То есть местные партии вместе с зеленой правящей партией. А на сегодняшний день это им выгодно, они друг друга поддерживают. И то же самое правоохранители работали сегодня. Вот объявили о заминировании Косовской 2Д. При этом собралось огромное количество людей, народных депутатов, областных депутатов, депутатов разных уровней, которые хотели попасть в комиссию и увидеть, что там происходит. Депутатов не пускали, при этом люди находились внутри здания. То есть если здание заминировано, значит оттуда всех должны выводить. Но правильно, должны прийти соответствующие службы, правоохранительные органы с собаками, для того, чтобы увидеть, что нет никого, нету ничего, чему могло бы угрожать жизни и здоровью людей. Но каких-то пускали, каких-то не пускали. Когда все-таки пустили народных депутатов, выяснилось, что с другой стороны, из черного входа, там стоит около более 50 молодых спортивного телосложения человек, так называемых тетушек, которые, конечно же, пришли стращать тех членов комиссии, которые, как по их мнению, были еще не согласны с ними. То же самое, второй момент, по замене главы территориальной городской комиссии. Очень интересная игра юридическая, потому что вчера эту главу заменили, но территориальная комиссия вечером разошлась и не дала фактически новой главе от Солидарности Женок занять место. А сегодня партия Солидарность Женок вчера в ночь провела экстренное заседание и поменяла, соответственно, хотя она находится в Днепре территориально, поменяла своего главу, а глава поменял руководителя в ЦИК. Все это происходит. Мы понимаем какие-то бюрократические процессы. Когда не надо, они идут очень долго. А когда надо, и когда их очень поддерживают, а поддерживает их администрация президента, мы это все прекрасно понимаем. Как быстро прошли переформатирование и регистрация в Минюсте в выходной день, как быстро прошли замены в ЦИКе, иногда ты можешь 4-5 дней ждать, а тут все прошло одним днем, поэтому мы понимаем, что власти действующие помогают. Но мы будем сегодня ночью делать все, чтобы справедливость восторжествовала. И если там действительно есть перевес в нашу сторону, чтобы защитить этот результат. Дякую, Віталю. Это была позиция депутата облради, депутата обранного депутата міськради. Нагадаю, что сегодня в Одессе и еще в шести местах произошел второй тур выборов местных волев. Все только начинается, как вы уже слышали от наших співрозможников. Есть разные данные экзитполов. Мы увидели экзитполов, сгідно которого Микола Скорак победит чинного миського главу. Я ознайомился с еще одним экзитполом, который идет в противоположную ситуацию. Но мы все понимаем, что остаточные данные, они будут уже после подраганков. Я бы не включал разных судовых заседаний, судовых расследов. Стежьте за результатами второго тура мерзких выборов Одессы на телеканале Репортера. Обовязательно будет пресс-центр. За часы выборов мы тоже будем получать связь с пресс-центром. Обовязательно хочется верить, что в час, не за неделю, не за два недели будут какие-то промежные данные Виталий Хеми, Олексей Прокопенко, телеканал Репортер.